Доброе утро! Спасибо, Юлия! Мы продолжаем. Сегодня последний день января, весна все ближе и от этого настроения становится, конечно же, только лучше. Световой день заметно удлинился. К концу февраля будет уже 10 часов 12 минут светлого времени. Также синоптики обещают потепление к концу недели в Якутии. Какой ожидается нынче февраль, нам расскажет Наталья Колесова. Если вторая декада января в Якутии была холодной, третья декада месяца выдалась теплее обычного, особенно на северо-востоке республики. На днях в поселке Черске Нижнеколымского района температура воздуха поднялась до плюс 2 градуса. Такое аномальное потепление объясняется тем, что часть Нижнеколымского района оказалась под влиянием теплого циклона, пришедшего со стороны Тихого океана. Через Охотск у нас выходило тепло. На фоне этого у нас весь северо-восток потеплел. Ну и вся республика потеплела. В центральных районах у нас положительные аномалии составляют до 4 градусов среднесуточной температуры. На северо-востоке, как я говорил, выше до 24-26 градусов. А какой ожидать февраль? Как отметили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, февраль по долгосрочному прогнозу в Якутии будет на 1-2 градуса выше нормы. По словам начальника Якутского гидрометцентра, февраль в Якутии ожидается достаточно теплым. Так, среднемесячная температура для февраля ожидается в дневные минус 30-35 градусов ниже нуля, а в ночные минус 40 градусов мороза. Так, к концу недели в республике ожидается приток тепла. Таких возвратов, холодов, если смотреть по климату и по долгосрочному прогнозу, ниже 45 уже скорее всего в Якутске и центральных районах скорее всего уже не будет. По прогнозу на февраль у нас ожидается пока теплым, на 1-2 градуса выше нормы. Это дневные температуры будут порядка 25-30 градусов мороза и ночные около 30-35 градусов мороза. Световой день в Якутии также заметно удлинился. К концу февраля продолжительность светлого времени суток будет уже 10 часов и 12 минут. Что же, весна идет, весне дорог.